Доброе утро. Ой, добрый день уже, извините, уважаемые коллеги. Мы плавно переходим к второй большой группе иммуно-онкологических препаратов, а именно к группе ингибиторов PD-1 и их роли в терапии диссиминированной меланомы кожи. В принципе, Алексей Витторович уже очень подробно объяснил нам о механизме реализации противоопухолево-иммунного ответа, и мы уже установили, что ингибиторы PD-1 действуют на эффекторном этапе противоопухолево-иммунитета, который реализуется в микроокружении опухоли. И коммерчески доступными препаратами являются неволумаб и пембролизумаб. Они доступны и в Российской Федерации с декабря прошлого года. О них мы и будем говорить. Еще раз напомню, что это моноклональные антитела, направленные против PD-1, локализованных в основном на мембранах цитотоксических тилимфоцитов. В принципе, объем информации сейчас по данной группе препаратов довольно обширный, поэтому я постаралась максимально систематизировать, наверное, для удобства восприятия. И первый раздел – это место этих препаратов после предшествующей системной терапии, в том числе терапии эпилемумабом. Мы знаем, что первоначально и в клинических исследованиях, и на рынке появился эпилемумаб, поэтому, разумеется, большинство пациентов получали изначально этот препарат и в дальнейшем при прогрессировании, при исчерпании эффекта нуждались уже в применении ингибиторов PD-1. Всегда любой новый препарат, в том числе и при терапии меланомы, мы уже говорили, сравнивается с таким условным стандартом. И здесь, разумеется, пациенты, прогрессирующие после терапии эпилемумабом, нуждались или при наших обычных подходах в терапии химиотерапии, это или докорбозин, или поклитоксил с коробоплатином, или применение новых препаратов. В частности, в исследовании Checkmate 0,37, это неволумаб, мы видим выраженную разницу, конечно же, в частоте объективных ответов, это то, что бросается в глаза в первую очередь. Препараты этой группы, помимо скорости наступления эффекта, об этом мы тоже будем говорить, этим они отличаются более благоприятно по сравнению с эпилемумабом, для которого длительное время нужно для реализации эффекта, для этих препаратов характерна ещё и высокая частота объективных ответов. Мы видим практически трёхкратное превышение по сравнению с стандартной химиотерапией. То же самое в отношении второго препарата, пембролизумаба, также пятикратное, шестикратное превышение частоты объективных ответов по сравнению с цитостатиками. Если мы говорим о группах препаратов, о подгруппах препаратов, пациентов, мы всегда знаем, что есть пациенты, имеющие неблагоприятные признаки. Это и высокий уровень ЛДГ, о котором мы говорили, и поражение головного мозга, и отсутствие эффекта на предшествующую иммунотерапию эпилемумабом. Во всех этих группах неволумаб имеет определённые преимущества, бесспорные преимущества по сравнению с химиотерапией. И такие же преимущества по сравнению с химиотерапией демонстрирует и пембролизумаб. То есть превосходство данных препаратов после прогрессирования пациентов, после получения эпилемумаба, оно безусловно. Здесь в качестве примера это опыт наших зарубежных коллег, профессора Энтони Рибаса. Мы видим пожилой пациент, который получил несколько линий системной терапии, в том числе и эпилемумаб, и выраженные массивные опухолевые очаги, которые локализуются в следостении, вызывают дыхательную недостаточность, и в печени. И вот эффект, который через год после терапии пембролизумабом. Выраженный и объективный эффект, и довольно быстрый, и субъективный эффект. У данного пациента уже в течение ближайших недель было отмечено уменьшение дыхательной недостаточности, уменьшение потребностей в оксигенотерапии и так далее. Поскольку препараты, действительно, они не так давно используются, изучаются, конечно же, данные о таких вот длительных наблюдениях, в наблюдениях трёхлетних, пятилетней выживаемости, появляются только сейчас. И, в частности, для пембролизумаба представлены данные о трёхлетней выживаемости пациентов. Это те, как раз, сроки, которые нас больше всего интересуют, сроки жизни, длительность жизни пациентов. Мы видим, что для пембролизумаба трёхлетний рубеж переживает 40% пациентов. Конечно же, таких, скажем так, выживаемости, подобной выживаемости пациентов мы ранее не отмечаем. И медиана достигает двух лет. То есть половина пациентов живёт после прогрессирования, получавших или не получавших пембролизумаб, живёт в течение двух лет по меньшей мере. Для неволумаба имеются данные уже о пятилетней общей выживаемости. Также мы видим, что медиана на стандартной дозе 3 мг на кг веса достигает 20 месяцев. То есть, в принципе, практически тех же двух лет. Но самое главное, данные о пятилетней выживаемости, мы видим, что уже спустя 4 года после терапии выживаемость пациентов выходит на плато. То есть те пациенты, треть пациентов, которые переживают четырёхлетний рубеж, в дальнейшем практически не погибают. То есть их выживаемость сохраняется. И опять же можно говорить, что треть пациентов, получавших данный препарат, может считаться практически излеченной в течение длительного времени. Конечно же, подобные кривые выживаемости, они по меньшей мере впечатляют нас. То, о чём говорил Алексей Викторович, эффект псевдопрогрессирования, он также характерен и для препаратов из группы ингибиторов PD-1. И также нужно о нём помнить и не интерпретировать, скажем так, неправильно данные, в основном объективных исследований. Если мы видим, что у пациента при удовлетворительной переносимости лечения, при удовлетворительном общем состоянии, то есть при отсутствии других признаков прогрессирования, отмечается увеличение размеров опухолевых очагов, которые, в принципе, обусловлены именно запуском иммунного ответа. То есть происходит выраженная инфильтрация иммунными клетками, и именно поэтому происходит увеличение размеров или продолжение появления новых очагов. Но при этом нет, ещё раз повторюсь, других признаков прогрессирования, мы не должны прерывать лечение. Мы его продолжаем и даем время иммунной системе реализовать свой эффект. И как в данном клиническом наблюдении, также мы видим, что через практически год лечения полный регресс и местных изменений, и выраженный регресс висцеральных метастазов. То, о чем говорил Алексей Викторович, о различных методах оценки эффекта, критерий РЭСИС, которые нам всем знакомы по терапии с какими-то других солидных опухолей, и, самое главное, не солидных опухолей, а именно астостатиков применения, они не работают, к сожалению, при использовании иммуно-алкологических препаратов. И, в частности, вот интересные кривые. Мы видим, что если у пациента по данным в системном оценке РЭСИСТ определяется прогрессирование, но достигается полный лечительственный регресс по критериям оценки именно иммунного ответа, именно эти пациенты имеют наибольшие и наилучшие показатели общей выживаемости. То есть как раз-таки это прогрессирование по критериям РЭСИСТ, увеличение размеров метастазов, оно и говорит о таком выраженном запуске, наверное, иммунной системы, что обеспечивает высокую показательность общей выживаемости пациентов. Разумеется, высокая эффективность препаратов после терапии предшествовавшей является основанием для изучения их в качестве первой линии, как в монотерапии, так и в комбинации с эпилемумабом. Но здесь классическая рандомизированная исследовательная третья фаза по применению неволумаба в сравнении с докарбазином у больных десеминированной меланомой кожи, не имеющих мутации БИРАФ. Стандартная процедура рандомизации. И еще раз обращу внимание, в принципе, все исследования, которые посвящены иммуноклассовским препаратам, первичными целями являются, конечно же, оценкой общей выживаемости, поскольку это то, что мы ожидаем от препаратов, и то, что мы, скажем так, получаем, и то, на что надеются наши пациенты. Здесь данные также отражают ту общую тенденцию большей эффективности препаратов данной группы по сравнению с цитостатиками. Мы видим практически трехкратное превышение частоты объективных ответов неволумаба по сравнению с докарбазином, выраженное увеличение медианы выживаемости без прогрессирования. Если мы говорим о том, как быстро наступают ответы, в принципе, быстро. Мы видим на восьмой неделе от начала терапии неволумабом уже регистрируется большинство объективных ответов. И самое главное, что длительность этих эффектов очень высока. Медианное наблюдение здесь полтора года, и число больных, которые сохраняют достигнутый объективный ответ, 81%. То есть, в принципе, из 10 пациентов у 8 пациентов сохраняется достигнутый эффект в течение полутора лет. Разумеется, высокие показатели. И то, что интересует нас больше всего, как мы знаем, это общая выживаемость пациентов. Также для докарбазина она закономерно не превышает медиана года. Для неволумаба, мы видим, она еще не достигнута. Спустя 2 года от начала лечения около 60% пациентов живы. Без живы не погибают. Если мы говорим об изучении препаратов в первой линии и эпилюмаба, и неволумаба, и их комбинации. Тоже это исследование, оно инициировано определенное время назад. Но вот те данные, которые интересовали больше всего, а именно влияние на общую выживаемость, особенно комбинации, они были представлены недавно. И поэтому, конечно же, заслуживает очень большого внимания данное исследование. Стандартная процедура нормализации. Мы видим очень большое количество пациентов, около 1000. Ранние пациенты не получали лечение. Это первая линия терапии. И двойное, слепое исследование. Пациенты получали или неволумаб, или эпилюмумаб, или комбинацию препаратов. И те данные, которые мы имеем сейчас. Тоже обновленные данные по частоте объективных ответов. Мы видим выраженное превосходство неволумаба и особенно комбинации по сравнению с эпилюмумабом в частоте объективных ответов. Те данные по эффективности эпилюмаба, они, в принципе, всегда сохраняются на определенном уровне. То есть от 13 до 20%. То же самое здесь. Но комбинация, мы видим, эффективность достигает 60%. Разумеется, преимущество оно бесспорно. Очень важно показать длительность эффекта. Если для эпилюмумаба медиана сохранения эффекта полтора года, это, в принципе, очень хорошо. Мы видим, что для неволумаба она достигла, превысила даже 30 месяцев. Это уже два с половиной года. Для комбинации эффектов у пациентов, у большинства пациентов больше, чем у половины пациентов, сохраняется. И то, что интересует нас, выживаемость без прогрессирования. Мы видим бесспорное преимущество, как гибитора ПД-1, так и комбинации по сравнению с неволумабом, так и сроки жизни пациентов. Общая выживаемость, безусловно, выше как в монотерапии неволумабом, так и в комбинации. Мы видим, что медиана для этих препаратов, и для неволумаба, и для комбинации она еще не достигнута. То есть более двух лет переживают около 60% пациентов. И, в принципе, неизвестно, дадет ли в ближайшее время эти кривые до уровня медианы. Если мы задаем себе вопрос, влияет ли эта комбинация препаратов на выживаемость, тот вопрос, который до последнего времени был еще открытым, то мы видим, что во всех подгруппах пациентов комбинация неволумаба и пилиумаба имеет преимущество по сравнению с монотерапией неволумабом. Поэтому, в принципе, вопрос о большей эффективности комбинации не только в чистоте объективных ответов и выживаемости беспрогрессирования, но и общей выживаемости, он, в принципе, в ответ на этот вопрос получен таким образом. Исследование пембролизумаба в первой линии, также в двух различных интервалах введения пембролизумаба в сравнении с пилиумабом, также рандомизированные исследования у пациентов вне зависимости от статуса мутации БРФ. И также мы видим ту же самую тенденцию, выраженное превосходство препаратов ингибиторов ПД1 по сравнению с пилиумабом в частоте объективных ответов практически трёхкратное, и преимущество как в выживаемости без прогрессирования, так и в общей выживаемости. Также, как и для неволумаба, для пембролизумаба не достигнута ещё медиана. Мы видим, больше двухлетний период переживает более половины пациентов. Интересные наблюдения в этом же исследовании пембролизумаба и эпилиумаба. Мы видим, что среди из пациентов, получавших эпилиумаб, объективный ответ достигался в три раза реже, чем у больных, получавших пембролизумаб. То есть можно сказать, что вероятность получения эффекта, конечно же, выше у пациентов, получающих ингибиторы ПД1. Но продолжение эффекта мы видим абсолютно одинаковые цифры. Если эффект достигнут, то он сохранялся с одинаковой длительностью, с одинаковой интенсивностью, вне зависимости от того, на каком препарате эффект был достигнут. То есть здесь самое главное – это запустить иммунную систему и позволить ей сохранять и поддерживать иммунный ответ. Ну, здесь наблюдение нашего отделения. Слава Анатольевна, Алексей Викторович Новик, курировали данного пациента. Это применение пембролизумаба у пациента, как раз-таки имеющего прогрессирование после предшествующей терапии эпилемумабом. Мы видим здесь выраженный процесс с повлечением эстеральных органов, лёгочной ткани, почек, печени и блюшины. Выраженное было ослабленное состояние пациента. И, в принципе, обосновано было начало терапии иммуно-алкологическим препаратом, с учётом знаний о том, что эффект для этой группы препаратов довольно быстро наступает. Так и здесь, через уже 3-4 недели от начала терапии было отмечено и субъективное улучшение самочувствия у пациента, уменьшение анорексии, уменьшение слабости. Ну и через 8 недель лечения уже был достигнут просто объективный ответ, который, в принципе, к литерии МРСИС также соответствовал. Поэтому скорость наступления эффекта для препаратов ЭДГРУПа, она, ну, так как доказана, и не вызывает сомнений. Сейчас также вопрос об оптимальной последовательности, наверное, он уже не требует каких-то дополнительных обсуждений, поскольку этот вопрос уже лишён. Мы уже понимаем, что ингибиторы PD-1 более эффективны в первой линии терапии. Ну, это исследование, о котором тоже Алексей Викторович уже упоминал. Как раз-таки прямое сравнение двух методов назначения препаратов начала терапии с неволумаба с переходом на эпилеумаб и наоборот. И мы видим, что, конечно же, начало лечения с неволумаба, оно приводит практически к двукратному повышению частоты объективных ответов, полных ответов. Поэтому, конечно же, первая линия терапии, она уже, безусловно, скажем так, бесспорно, она занята ингибиторами PD-1. И самое главное, помимо частей объективных ответов, конечно же, влияние на выживаемость. Мы видим, что пациенты, начинающие лечение с неволумаба, имеют выраженное преимущество именно в общей выживаемости. Всегда возникает вопрос, когда мы лечим больных меланомой кожи, как эффективность препаратов тех или других зависит от статуса мутации БИРАФ и от уровня экспрессии PD-L1. Уже говорили мы, что экспрессия PD-L1 – это негативный фактор партностический, который определяет более агрессивный фенотип и меланомы, и ряды других солидных опухолей. И мы знаем, что при применении ингибиторов PD-L1, при лечении рака лёгкого, почки, также меланомы имеются различия в эффективности в зависимости от уровня экспрессии PD-L1. Но, если говорить сразу, не углубляясь в эту тему, это очень сложную тему, в реальной клинической практике при лечении больных меланомой значение этого PD-L1 клинически существенно не учитывается. Если мы говорим о неволумабе в сравнении с химиотерапией, то преимущества препарата наблюдаются при всех позициях, вне зависимости от того, высокая или малая экспрессия PD-L1, вне зависимости от того, имеется или отсутствует мутация в гене Бейраф. И если мы говорим о терапии неволумабом или эпилюмабом или комбинацией в первой линии терапии, также мы видим, что вне зависимости от уровня экспрессии PD-L1 и монотерапии и комбинация обоих препаратов демонстрируют преимущество, но при меньшей экспрессии PD-L1 все-таки комбинация имеет большую эффективность, чем монотерапия. Если мы говорим о пембролизумабе, то здесь те же самые полученные результаты. Вне зависимости от уровня, от статуса мутации Бейраф, мы видим, что пембролизумаб более эффективен, чем химиотерапия по сравнению с химиотерапией. Если мы говорим о группах сравнений пембролизумаба и эпилюмаба, то это преимущество пембролизумаба сохраняется вне зависимости от статуса Бейраф, причем мы видим, что цифры практически те же самые, есть ли мутация или нет. Но вот то, что интересно, и то, что тоже уже затрагивал и Евгений Наумович, и Алексей Викторович в своих сообщениях, что если пациенты, имеющие мутацию Бейраф, получали до этого ингибиторы Бейраф и имели прогрессирование, почему они, в принципе, перешли на терапию иммуноклодическими препаратами, то у них эффективность ниже, чем у тех больных, которые имеют мутацию Бейраф, но не получали предшествующую терапию ингибиторами. То есть можно сказать, что пациенты даже с наличием мутации Евгения Бейраф, если они не имеют, скажем так, явных показаний для таргетной терапии, то есть ослабленного состояния, вестеральную кризу, как сейчас модно говорить, необходимости срочного начала лечения, конечно же, они, наверное, будут в большем выигрыше, если они начнут терапию иммуно-онкологическими препаратами, а не таргетными. Также важный вопрос, который всегда встает, что же делать, если у пациента из-за токсичности мы завершаем лечение. Алексей Туревич также коснулся этого вопроса, о том, что у большинства пациентов, завершивших лечение из-за осложнений, эффект, если он достигается, то он сохраняется. Хотя, в принципе, для препаратов этой группы, даже гибиторов PD-L1, которые менее токсичны, чем эпилеумаб, завершение лечения практически у каждого второго, даже у 70% пациентов из-за токсичности происходит. Вот то исследование, о котором мы уже говорили, по сравнению трёх вариантов терапии. Если мы сравниваем токсичность, установлено будет очень большое сообщение по этому поводу, если мы сравниваем токсичность, то неволумаб наименее токсичен, наиболее токсичная комбинация препаратов, и, разумеется, осложнения требовали прекращения лечения. Но, посмотрите, у подавляющего большинства пациентов, у 70% пациентов, которые прекратили лечение из-за токсичности, у них был достигнут объективный ответ. Поэтому встает всегда вопрос, сколько же нужно лечить пациентов этими препаратами этой группы для того, чтобы нам реактивировать иммунную систему, и для того, чтобы достигнутый эффект сохранялся в течение длительного времени. Вопрос, который, в принципе, открыт, и он, конечно же, будет решаться в ходе последующих исследований. И то, что, опять же, помимо частотеобъективных ответов, но и выживаемость, больные, которые прекратили лечение комбинации из-за токсичности, мы видим, что кривая их выживаемость, она практически не отличается от выживаемости пациентов, которые получили полный курс терапии. Но если еще раз напомню, что лечение этими препаратами, оно осуществляется или до прогрессирования, или как раз-таки вот до этой непереносимой токсичности. Вопрос, как долго продолжать терапию, я уже несколько, скажем так, подошла к этой теме, также никто не знает. Если мы говорим о пембролизумабе, вот здесь, видите, оценена группа больных, 61 человек, которые достигли полный регресс, полный ответ на терапию пембролизумабом. Вот они были оценены в плане, в отношении сроков. И смотрите, какие получились интересные данные. Длительность терапии у половины пациентов составила 2 года. При этом диапазон от 8 месяцев до 44, то есть, в принципе, практически до 4 лет пациенты получали лечение. В среднем через 3 месяца у пациентов был впервые зарегистрирован какой-либо ответ. Он мог быть и полным, и частичным, и стабилизацией. Но, опять же, диапазон от полумесяца до 8 месяцев, диапазон наступления эффекта. А полный ответ, медиана времени наступления полного ответа составила 13 месяцев. И диапазон от 3 месяцев до практически 3 лет. То есть, даже через 3 года от начала терапии у пациента может быть достигнут полный эффект. А вот длительность ответа до сих пор еще не установлена. Пациенты, практически все пациенты с достигнутым полным ответом, сохраняют его. И интервалы, смотрите, от полутора лет до 43 месяцев, то есть, практически до 4 лет. Полный эффект при терапии диссиминированной меланомы. А какой пациент наиболее подходящий для терапии, для иммунотерапии, для терапии ингибиторами PD-1? Мы уже говорили, что наиболее оптимально – это первая ленинтерапия, конечно же, удовлетворительное состояние пациента, сроки жизни не менее 3 месяцев для того, чтобы иммунная система успела реализовать свой эффект, отсутствие аутоиммунных заболеваний, поскольку токсичность, мы понимаем, в основном связана именно с гиперреактивностью иммунной системы. Ну и здесь, разумеется, те когорты больных, группы больных, которые участвовали в клинических исследованиях, они были многократно оценены, в том числе и по выбору этих предиктивных факторов, которые предсказывают наилучший ответ. Ну и здесь больные с низким уровнем БЛДГ, мы уже говорили, что это крайне негативный фактор, больные, не получавшие предшествующей терапии пилимумабом, больные, имеющие из вестеральных метастазов поражение лёгких, а не печени, они имеют наилучший эффект при использовании иммунных алкогических препаратов. Вот то исследование, которое тоже сейчас часто цитируется в выступлениях. Это исследование, которое было проведено у больных, то есть 337 пациентов, которые получали как неволумаб, так и пимбролизумаб, по выявлению как раз таки факторов, предикторов ожидаемого эффекта. И оказалось, что к негативным факторам относятся повышенный уровень ЛДГ, нам никуда от него не деться, предшествующая терапия пилимумабом, почему-то женский пол и поражение печени. Все эти факторы оцениваются по одному баллу, и в том случае, если присутствуют все четыре негативных фактора, то мы практически не можем ожидать эффекта от препаратов этой группы. Если же нет ни одного из негативных факторов, мужчинам повезло в этом отношении, дополнительный позитивный фактор, у них практически с 100% вероятностью можно ожидать получения эффекта от применения ингибиторов PD-1. Здесь уже в качестве просто напоминания, guidelines NCCN, которыми мы всегда пользуемся, это последняя версия. Мы видим, что в первой линии диссеминированной меланомы кожи присутствует иммунотерапия, причем в формате пембролизумаба, неволумаба и комбинации неволумаба и пилимумаба. Мы видим, что уже из этих рекомендаций монотерапия пилимумабом она уже перенесена во вторую линию терапии. Видим, пилимумаб в первой линии по рекомендациям NCCN, по крайней мере, уже не назначается. Еще раз напоминаю, что препараты зарегистрированы Российской Федерации для лечения неоперабельной и министической меланомы у взрослых пациентов в качестве монотерапии неволумаб для пембролизумаба. В принципе, тоже подразумевается, конечно же, монотерапия. Ну и в завершении, уже просто обобщая то, что я долго говорила, небитеропедия-1, они в первой линии терапии обеспечивают выраженный и длительный противоопухливый ответ, увеличивают значительно продолжительность жизни пациента. И, в принципе, можно говорить, что они обеспечивают и возможность излечения части больных, более эффективны по сравнению с опелимумабом, и более эффективны и могут применяться независимо от статуса гейноббераф и от уровня экспрессии ПДЛ-1. Благодарю за внимание. Спасибо, Анна Игоревна, за содержательный, очень интересный доклад. Уважаемые коллеги, кому угодно задать вопросы, будьте добры. Ну, я хочу поддержать Анну Игоревну, то, что вот сказала, действительно много вопросов, еще неизвестных. В 2011 году только появился эпилюмаб, зарегистрированный в мире. Шесть лет этот препарат существует на рынке. Пембролизумаб и неволумаб появились позже. У нас, Российской Федерации, как вы знаете, все эти препараты зарегистрированы только в прошлом году. Опыта практически еще никакого нет. Вопросы появятся однозначно, когда мы начнем с ними работать очень активно. Мы вот имеем опыт достаточно уже такой весомый с эпилюмабом, несколько меньше с него мебролизумабом. И тем не менее вопросы, которые сегодня освещались, как долго лечить больных? Да действительно, этот вопрос еще неизвестен, как долго нужно лечить. Естественно, не будешь его, наверное, все время пациенту вводить препараты. И появится определенная токсичность или просто по невозможности продолжения вопроса. Остается очень-очень много открытых. Комбинировать препараты. Наверное, эти вопросы еще не совсем понятны будут и нам долгое время, поскольку опыт небольшой. Но, тем не менее, конечно, это интересно. То, что это появилась эпоха новая, открылась в лечении пациентов, которые раньше считались инкурабельно. Это уже однозначно. И те доктора, которые вот еще не держали в руках эти препараты, вы определенно согласитесь с нами, когда они у вас появятся. То, что они появятся, это однозначно скоро. Это будут небольшие группы пациентов, но они будут. Еще раз, Анна Игоревна, большое спасибо вам за сообщение.